Букмекерская компания Друзья, всем привет! Вы попали на канал Мандаль на бой 194 и сегодня я вам расскажу про этот прицеп. Не буду говорить, что он замечательный, так как это очень старый прицеп. И мы начнем с того, что я вам расскажу по его, наверное, технические данные, из чего он состоит и дальше пойдем смотреть. Это будет мини-обзор, что-то связанное с техническими данными, кому-то может быть это интересно. Так что поехали! Итак, с чего мы начнем? Данный прицеп называется Ортхаус. Это немецкий прицеп, производитель его Германия. Производился он, точно насколько я не знаю, но документы уверяют, это был 1981 год производства. Сняли его с производства этот прицеп. С 1981 года он неплохо сохранился. В принципе, сейчас я вам все это покажу, вы все это увидите. Он двухосный. Оси у него БПВ, барабанные, старого образца, причем такие более-менее надежные. Стоит на нем уже колеса-батоны. Вернее, они и были у него от завода. Это односкатная резина. И этим он ценится тем, что его по своей колье, он идет ровно по колье, его никуда не начинает вилять, так как могут некоторые вилять это с двухосными вот этими, с парки. А у этого все в этом плане хорошо. Идет он за машиной очень ровно. Что еще? Длина этого прицепа составляет 7 метров 20 сантиметров. Высота у него, как и у всех, 2,60. Ширина, как и у любого грузовика, фуры, прицепа, неважно, 2,45. Нагрузку он максимум берет на каждую ось по 9 тонн. То бишь, перед ось, зад ось 9 тонн. И максимальная его грузоподъемность 18 тонн. Но это будет у нас фактическая масса вместе с прицепом. Пустой прицеп весит 4,5 тонны. По документам лично я его не взвешивал, но я думаю, ненамного он прибавился, так как он весь в стоке. Ничего на нем такого изменения не было. У него есть поворотный круг, из чего самое печальное этого прицепа, из-за чего его многие не любят, то что у него есть поворотный круг. У него не посередине колеса, а получается спереди. У него есть треугольник, что называется дышлом. Петля у него идет на 40, это его родная немецкая петля, до сих пор сохранилась. У него стоит запаска посередине, все как у нормальных прицепов. Отбойники, все. Он тентованный, вместимость его составляет практически 50 кубов. И этим, в принципе, он неплох для любой одиночки, которая может его зацеплять. Он по своим свойствам очень легкий, машина его везет очень просто, можно сказать, не ощущает. И тем самым этот прицеп мне нравится. Дальше, давайте пойдем по его техническим частям и покажем вам всю суть его этого агрегата. Ребята, данный прицеп имеет дышло в форме треугольника. Здесь у него находятся перекидки краны. Это разгрузочный кран тормозов, я вам могу показать. Вот, тормоза сработали, тормоза убрались. Кран уровня пола у него установлены по одному на каждую ось, если видите. Вот с той стороны. Там его уже нету, его уже убрали, но работает это все четко. Стоит у него поворотный круг. Здесь уже стоят новые болты, я поставил. На пружинах идет дышло, видите. Пружины надо немножко подтянуть или поменять, наверное. В общем, это мы барабаны, как я и говорил, с полуосями. Этот прицеп на пневмоподвеске. Видите. Колеса у него 22,5 радиус, батоны широкие. Вот она пневмоподвеска, ребята. Все четко, она работает изумительно. Стоит также запаска. Стоит рама у него цельная. За счет чего он, может быть, так долго и живет. Видите, идет гусак рама и тут же идет пол. То бишь, чтобы ему сгнить, это надо реально просто, не знаю, наверное, поэтому такой живчик. С этой стороны вы можете наблюдать также поворотный круг идет. Дальше побежали по прицепу. Вот здесь у него стоит отбойник. Сзади также стоит кран уровня пола, амортизаторы, трещотки не самоподводящиеся. Дальше что еще по этому прицепу? Борта у него открываются со всех сторон, расчехляется. Сзади стоит борт, отбойник. Видите, все как положено. Уже установлены на него вот эти рога света, отражающие. Для дополнительного обзора этого прицепа. Здесь также ось, крылья. В общем, все то, что есть при любого прицепа. Здесь у него установлен башмачок. Видите, вон он уже под колесом стоит. Передний башмачок используется от машины. От самого тягача. Одиночки. И давайте, наверное, будем его расчехлять. И посмотрим, что изнутри у себя представляет. И таким образом у нас груз может перемещаться, загружаться сверху в этот прицеп. Также здесь, как и у всех, он оснащен досками. Не обрешеткой, а досками. Здесь стоят специальные клапаны для того, чтобы не тент на ходу не торчал у нас наружу. Что еще по прицепу? Здесь стоят такие перевязки. Вы можете наблюдать. Они как бы служат для того, чтобы конструкция этого прицепа не расшатывалась на ходу. И так он будет просто дольше ездить. И быстро не сломается. Дальше. Здесь, соответственно, такая же конструкция у нас. Она также служит у нас для того, чтобы не раскачивался прицеп. И вместо ворот, ребят, забыл сказать, это здесь стоит клапан. Так что давайте, наверное, посмотрим. Полы здесь, ребята, состоят из доски предварительной. Не знаю, наверное, сороковка, а может и десятка. И на ней лежит, видите, фанера. Это когда-то была транспортная фанера, которая уже вышаркалась. Но она еще служит довольно-таки неплохо, видите. Все, в принципе, функции свои все выполняет. И так, давайте, наверное, подцепимся машиной и посмотрим, как же он будет поворачивать. И будет, как он себя вести. Итак, господа, зацеп у нас осуществляется вот автомобилем MAN F90. За рулем у нас Евгений, дальнобойщик. Вот он зацепляется. Все, вот таким вот способом у нас прицеп зацепился. Здесь у нас фаркопий установлен. Чуть-чуть вперед дай, чуть-чуть. Маленечко. Чтобы стопор защелкнулся. Сейчас он, видите, защелкнется. Так, так, так. Все. Все, стопор у нас, как видите, защелкнулся. Это автоматический стопор. Все, подцепляем шланги и начинаем движение этого прицепа. Итак, как только мы подключили воздух. Это у нас воздух подача на прицеп. Это у нас тормоза. И это у нас электричество. Все это уходит сюда в прицеп. Видите, здесь все работает. Сейчас остается нам убрать башмаки. Вот эти вот. И мы можем уже начать движение. Этот башмак убираем сюда. А этот башмак мы убираем вперед. Жень, дай вперед маленько. Так, все, сейчас у нас башмачок освободится. Оп. Все. Башмачок живет здесь. Так работает пневмоподвеска. Она уже накачана в своем транспортном положении. И сейчас мы будем выполнять разворот с этим прицепом. Так, за рулем у нас опытный дальнобойщик Евгений. Сейчас буду показывать мастер-класс с этим прицепом. По стоянке. Вот, видите, поворотный круг у нас уходит. Все. И машина начинает движение. Видите, как загибается поворотный круг. На пневмоподвеске машина рессорная, можете заметить. А прицеп на пневмоподвеске идет просто идеально. За машиной он идет просто след в след. Продолжение следует... И так, прицеп уже выровнялся. И готов ехать назад. Тормоза работают изумительно. Горят все абсолютно лампочки на задних фонарях. Единственное, у этого прицепа нет заднего хода, так как фонари здесь стоят от Мерседеса, насколько мне известно. Так, вот так вот вы можете наблюдать. Пошел прицеп. Видите, выворачивается полностью поворотный круг. Немножко подбуксовывают колеса. Оп! Вот, можете наблюдать. Задний ход горит у машины, а у прицепа нет. Ось эти довольно-таки надежные, что с ними ездить, в принципе, одно удовольствие. Тормоза у прицепа тоже хорошие. Для своей тонажности хорошие тормоза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok